Это ошибка, потому что Данияр Елеусинов по всем параметрам не подходит профессиональному боксу. У него другая манера ведения боя, я вообще не вижу Данияра на большом ринге. Ему нужно было оставаться в любителях, не знаю даже, что за промоутерская компания из Австралии подписала с ним контракт. Никогда не слышал о MGA Entertainment, тем же американцам он точно не интересен. Данияр Елеусинов, не Василий Левит, у Василия может сложиться замечательная карьера. Но в грандиозный успех Данияра я не верю, сказал заслуженный тренер Казахстана по боксу Жумабек Амурзаков. Также Жумабек Амурзаков поделился мнениями по поводу Ивана Дычка. Его потолок – это любительский бокс, поэтому Ивану Дычка также не стоит уходить в профессионалы. Он, как и Елеусинов, там ничего не добьется, не выдержит огромного количества раундов, тем более уже не молодой. В 26 лет ему будет очень непросто перестроиться. Парень в последнее время вообще не впечатляет. В начале карьеры смотрелся куда интереснее. С возрастом стал медлительным. Нынешний габарит Ивана не подходит для профессионального бокса. Путь братьев Кличко он не повторит. 12 января стало известно, что победитель Олимпийских игр в РИА. Данияр Елеусинов заключил контракт с промоутерской компанией и перешел в профессиональный бокс. Назначена дата первого боя Елеусинова на профессиональном ринге. В австралийской промоутерской компании MGA Entertainment, с которой подписал контракт о сотрудничестве олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, озвучили место и дату первого боя казахстанца на профессиональном ринге. По словам руководителя компании Майкал Тамура, свой первый поединок наш спортсмен проведет в мае в Китае. Я планирую, чтобы к своему второму или третьему бою он дрался за региональный пояс, а в пределах двух лет за титул чемпиона мира, рассказал Майкал Тамура. Как профессиональный, 27 битвы, 27 победы, including 24 knockouts с 14 страницами и 100% в мае 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 в мае. Продолжение следует...